Всем привет! И с вами снова Виктория Котыченко. И недавно я записала видео, сколько можно зарабатывать на YouTube. В этом видео я сравнила 6 своих авторских каналов, количество их подписчиков, просмотров и доходы на этих каналах. И мне начали задавать вопросы. И вот один из вопросов, на который я хочу видеоответ сделать. Вика, какой совет по оптимизации можешь дать новичкам? Частая проблема, как набрать просмотры подписчиков естественным путем. Спасибо! У меня человек спрашивает о том, каким образом без накруток, бесплатно набрать первых своих подписчиков. Первые просмотры, чтобы потом возможно подключить канал к партнерке. И как это можно сделать? Я написала коротенький пост, которым дала 10 основных советов, которые я использую. Сейчас мы пройдемся по каждому пункту из них и я попробую их прокомментировать. Значит, как набрать просмотры и подписчиков естественным путем. Оформите канал. Аватарка, шапка, плейлисты. Даже если там пока одно видео. Значит, оформление канала это очень важно. Почему? Потому что человек, когда увидел хотя бы одно ваше видео и ему захотелось подписаться, если он заходит на ваш канал, а чаще всего человек переходит на канал, и он выглядит вот так вот. Или вот так вот. То есть, как вы думаете, захочет он подписаться или нет? Тем более, если тут там 0 подписчиков или там 15 подписчиков, да? Скорее всего, человек не будет подписываться. А если он переходит на канал, а он даже с одним, с двумя видео выглядит многообещающе, да? Есть шапка, есть аватарка, есть на канале описание. Обязательно добавляйте описание в разделе о канале. Должно быть написано, о чем этот канал. Вот мои два канала, недавно созданные. Один канал про хомячка, про моего, а второй канал про моих волнистых попугаев, про попугаичков. Оба канала я зарегистрировала 3 октября. И вот у каждого из них уже по, ну тут почти 3000 подписчиков, тут немножко больше. Я сразу, как только зарегистрировала канал, занялась его внешним видом. То есть, еще не было даже видео, но я создала вот эту шапочку. Шапку можно найти в интернете, в ютюбе, как делать шапку канала. Там много видео уроков. Вот, мне помогала моя дочка делать, потому что я, в принципе, не умею это делать. Она мне показала, как я начала делать. Вот, и аватарка канала, тоже очень важно. И описание. Вот три позиции. А, и еще, когда у вас мало видео, я вам рекомендую создавать плейлисты из других видео. Допустим, у вас есть шапка канала, есть название канала, допустим. Это может быть либо ваше имя, если это тематический канал, это может быть по теме название. Вот как тут, допустим, Jazz Live Home Online и Волнистик ТВ. Да, сразу понятно, о чем канал. Плюс описание канала. И пока нету моих видео, сюда можно в плейлисты набирать, типа, как приколы, там, с попугаем, например. Как научить попугая разговаривать. И собирайте туда видео других пользователей. Не обязательно свои. Ничего страшного. То есть, сначала можно и таким образом работать. То есть, люди могут подписываться на ваш канал, потому что у вас собрана полезная информация для них. То есть, они видят, что здесь собрано то, что они могут искать долго в интернете, а тут в одном месте он подписывается. И, конечно же, постепенно вы выкладываете туда свои видео, потому что в чужих видео вы зарабатывать не сможете. Так, дальше. То есть, здесь я объяснила оформление канала, аватарка, шапка, плейлисты. И описание канала сюда еще нужно добавить. Дальше, второй пункт. Напишите список из 20 популярных видео на вашу тематику. Опять-таки, берем два канала. Про хомячка и попугаев. Как оказалось, популярное видео про хомячков, когда я начала смотреть. Ну, то есть, я уже какие-то свои видео записала, а потом начала натыкиваться на другие видео. Как почистить клетку хомяка? Как ни странно, это популярное видео среди детей. Им интересно посмотреть, как кто-то моет клетку хомяка. Правильно ли я все делаю, и может быть, как-то можно это проще сделать. Сколько раз в неделю надо это делать и так далее. Какие-то советы, да? Или же еще популярное видео. Чем кормить хомяка? Что можно давать хомяку? Что нельзя? Про попугаев. Как приручить попугая? Популярное видео. Чем кормить попугая? Уборка клетки попугая и так далее. То есть, смотрите популярные видео на вашу тематику. Если вы начинающий видеоблогер, то у видеоблогера популярные видео, если это ребенок, который ходит в школу еще, да, школьник, то в моем портфеле, там, допустим, мое школьное утро. И на такие разные темы, то есть, очень много снимают видео, и они мега популярны. Подарки на день рождения и так далее. То есть, вы должны составить список из 20 популярных видео на вашу тему. Ну, допустим, может быть, не все 20 быть популярны, но, допустим, там, 5-10 популярных, которые все снимают, и они тогда... Почему нужно снимать такие видео? Потому что, допустим, уборка клетки попугая я сняла, и оно вылазит в похожих видео. Когда человек смотрит видео, там, где, там, 50 тысяч просмотров, да, уже, и он смотрит уборку клетки попугая, а рядом вылазят похожие видео. Среди них будет и мое видео, и он уже может на него перейти. Вот для чего нужны популярные видео. Ну, и также в эти 20 вы можете вписать названия видеороликов, которые именно вы можете, чтобы вы хотели отснять, да, какие-то идеи, темы. То есть, то, что хотелось бы снять вам, хотелось бы поделиться с миром. Дальше, третий пункт. Начинайте записывать эти видео на качественную камеру и лучше, чем у других по содержанию. Всегда смотрите на конкурентов и думайте, как бы вы могли, что бы вы могли сделать лучше, да, или хотя бы так же, но не хуже. Конечно же, очень многое зависит от качества видео вашего, если у вас формат... Вот, формат желательно, чтобы был HD. То есть 720 разрешения или 1080. Все форматы, которые ниже, это уже второсортные видео. Мало кто будет серьезно относиться к вашему каналу. Ну, хотя, для начала можно начать и с этих форматов. Но, конечно же, стремитесь к тому, чтобы качество вашего видео было хорошим, чтобы человек мог выбрать HD, самое высокое разрешение и смотреть видео в качественном формате. Да, и когда он раскрывает видео, то он тоже видит качественный контент. Старайтесь, конечно же, не шатать камерой сильно, прыгать, не дергать. И если нужно что-то лишнее вырезать, вырезайте. Учитесь работать с видеоредактором. Кстати, есть видеоредактор в самом YouTube. Я очень часто ним пользуюсь, не использую ту же Camtasia Studio. и другие редакторы. Я использую обычный редактор в самом YouTube. Там и музыку можно подставить, и порезать видео, и соединить с другими кусочками видео. Очень много возможностей. У меня есть на эту тему видеоролик. Можете посмотреть, как работать в видеоредакторе в YouTube. Так, значит, начинайте записывать эти видео на качественную камеру и лучше, чем у других по содержанию. Четвертый пункт. Когда запишите первые 5-10 видео, начинайте выкладывать по одному в день. Продолжайте снимать по списку. То есть, либо вы снимаете одно видео в день, и каждый день новое видео выкладываете, или же вы сразу сняли несколько штук, там, допустим, на выходные, если у вас время там свободно, только в субботу-воскресенье, сняли несколько видео, их смонтировали, и выкладываете потом в понедельник одно, во вторник второе, в среду третье и так далее. Советуют, конечно, еще выкладывать в одно и то же время видео. Но у меня не всегда так получается. Я, допустим, эти каналы не придерживалась. Такое прям вот в 7 утра выложить видео там нет. Ну, говорят, что это очень серьезный фактор, который тоже влияет на рост вашего канала. То есть, вы должны выкладывать видео в то время, когда ваша аудитория наиболее активно. Если у меня школьники смотрят эти каналы, школьники, детки, да, которые ходят в садик, кто-то в школу, вот им нравится смотреть такие видео, скорее всего, они смотрят их по утрам. Встали, проснулись, они встают рано, и пока в школу собрались, посмотрели видео. Когда я выкладывала утром рано, я смотрела, ну, там есть возможность выложить по расписанию, хотя не всегда есть такая возможность, не на всех каналах. Но, тем не менее, я ставила, загружаю видео ночью, но не выкладываю его, а ставлю по расписанию, чтобы оно всем утра само открылось, открылся доступ. То к тому времени, как я просыпаюсь, уже там были просмотры. Естественно, чем быстрее видео начнут смотреть после его выкладывания, тем выше оно в рейтинге. Пишите читаемые, броские, но правдивые названия, развернутое описание и, конечно же, теги, ключевые слова. Обязательно, обязательно нужно прописывать хорошее название. Играемся с джунгарским хомячком. Джесси, Маша и я. Эмоции. Ну, вот это название длинновато, если честно. Но оно уже рассчитано на моих подписчиков, которые у меня уже есть. Если же вы только начинаете, начинайте свой канал, то старайтесь писать названия такие вот короткие. Уборка клетки хомяка. Ну, я уже взяла этот канал и по нему буду вам пример приводить. Или там, если видеоблогинг, первый день в школе. Или первое сентября. Да, ну так как это звучит в других названиях, таких же. Дальше обязательно пишите описание. В описании я всегда вставляю группу ВКонтакте, потому что все подписчики любят, когда они могут иметь обратную связь. То есть, если им ваш канал нравится, они хотят с вами общаться в комментариях. Это одно. Ну, а еще есть соцсети, в которых большую часть времени проводят. И потом вы можете через соцсети с ними еще дополнительно общаться, устраивать какие-то там конкурсы, выкладывать туда фотографии, не только видео. И таким образом еще больше как бы подтягивать к себе людей и создавать привыкание. Привыкание к вашему каналу. Да, они будут понимать, что вы с ними на связи. Это всегда очень хорошо сказывается на канале. Я здесь же рекламирую свой второй канал. То есть, у меня два канала получается. Ну, такого плана, да, для детей. И второй канал я тоже здесь же рекламирую. А, я рекламирую тут канал своей дочки, потому что они тоже спрашивают и ее канал хотят видеть. И я здесь рекламирую свою партнерку. То есть, тоже спрашивают, какой партнерке ты подключена. И у меня везде прописано, что партнерка Air и моя ссылка. Всегда пишите прямая ссылка на это видео. Каким-то образом это тоже продвигает ваше видео. Я не знаю точно, какие, но несколько курсов я смотрела по YouTube. И там все это рекламируют, предлагают делать. То есть, пишите прямую ссылку на видео и название еще раз к этому видео прописывайте. Оно служит как ключевыми словами в описании. И тут тоже ключевые слова можно писать. Ну, вот я пишу в таком формате. Мои видео можно найти по запросам. И пишу Home Online, Jazz Live, Джунгарский хомячок, обзор хомяка, содержание хомяка. То есть, все-все-все какие-то моменты. Но я тут иногда корректирую. Я стараюсь все-таки подбирать вот эти вот ключевые слова не стандартно для каждого видео, а все-таки подходящие именно конкретному видео. И то же самое пишем в ключевых словах, тегах. Теги. Здесь мы делаем открытый доступ. И тут я вставляю какой-то плейлист. Обязательно все видео у меня лежат в плейлистах. Это намного удобнее. Во-первых, вы можете найти любое видео быстро. Во-вторых, подписчики всегда могут зайти и посмотреть ваши плейлисты. И посмотреть, в каком формате вы работаете. Просмотреть плейлист сразу несколько видео подряд, а не искать по одному в ваших видеороликах. То есть, плейлисты это очень-очень важно. И, конечно же, здесь выбираете картинку. Если картинки нету, такой картинки, как вы хотите, можно добавить свой значок. Такая возможность появляется у каналов, которые подтверждены. То есть, если вы свой номер телефона подтвердили в настройках канала. И нажимаем сохранить. Так, так, так. Читаемые броски и названия. Правдивые. Никогда не пытайтесь написать какие-то левые ключевые слова. То, что не относится к вашему видео, но притянет к зрителей. YouTube за это наказывает. Во-первых. Во-вторых, люди, если идут на что-то одно, а получают что-то другое, они ставят дизлайк, они начинают жаловаться на канал. Ну, есть такие, и таких немало. И вас могут заблокировать просто-напросто. И не ставьте картинки не по теме. Тоже заставки на видео. Тоже тем же самым грозит. Всегда делитесь своим видео во всевозможных соцсетях. И обязательно в Google+. Добавив к нему описание, можно то же, что и под видео. Что это значит? Вот есть у вас. Вот есть у вас видео. После того, как я загружаю видео, я ставлю лайк. Не надо этого стесняться. Самому себе лайк поставить. Так. И поделиться. И обязательно делюсь в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Твиттере и везде, где есть. Вообще рекомендовано, я этого не делаю. Я вот делюсь вот первые четыре соцсети. Но рекомендовано во всех соцсетях зарегистрироваться и делиться. Даже если у вас там нет друзей, сам YouTube, он любит, когда вот эти кнопки нажимаются и куда-то ссылка уходит. Чем больше ссылкой делятся, даже вы сами, тем лучше для вашего видео, для вашего канала. Когда я нажимаю кнопочку Google+, обязательно сюда вписываем суть ролика, о чем ролик, название и о чем ролик. Это можно взять из описания к ролику. И вообще в описании старайтесь не просто напихать ссылок, да, но просто вот это вот видео, допустим, оно не очень, ну, оно просто приколы, просто приколы. Вот как приучить попугая, чтобы он вас любил. Вот еще одно мое видео. В этом видео я расскажу, как мы приучили нашему попугая. Нашего попугая зовут Тоша, у него есть подружка Ника. Но сначала мы завели одного попугая Тоша, он жил с нами почти один-два с половиной года. Короче, чем больше вот тут написано, вот это еще мало. Иногда я пишу целые, просто цитирую все, что я рассказываю в видео, сюда. Чем больше тут написано и задействовано ключевых слов в этом тексте, тем лучше. Никто не говорил, что будет просто и быстро. Ютубом надо заниматься. Дальше. Отвечайте на все до единого комментария под вашим видео. Это тоже очень важно. Когда вы начинаете записывать видео и вот здесь вот у вас появляются первые комментарии, я рекомендую не игнорировать ни одного там. Во-первых, поставить, ну я всегда ставлю плюсик, то есть лайкаю комментарий. Ну, конечно, если вы положительный. Это переписка идет вот уже. Тут они между собой общаются. Вот, если идет переписка между собой, ну я могу там что-то тоже написать. Видите, тут дети или не дети, даже не знаю, кто-то друг с другом общается. Ну, в основном задают мне вопросы, и я на них обязательно отвечаю. Или там пишут, что мне нравится ваш канал, очень классно, снимайте дальше, еще больше видео, я кто-нибудь пишу. Спасибо, благодарю. Или жену, то есть нормально, вежливое общение с вашими подписчиками, с людьми, которые потратили время и написали вам комментарий. Потратьте время, ответьте этому человеку. И он вернется на ваш канал, потому что он увидел связь. Естественно, это всем нравится. И вам тоже это будет нравиться, потому что всегда интересно почитать комментарии на своем канале, всегда интересно потом вступить в беседу. и пока есть время это делать, делайте это. Восьмой пункт. Положительно комментируйте видео других каналов вашей тематики, упоминая и о своем канале по возможности. Что это значит? Вот я снимаю про попугайчиков и про хомячков. И я смотрю похожие видео. Я смотрю похожие видео на такую же тему. Вот тут комментарии отключены. Жалко. Когда комментарии включены, смотрим видео и комментируем. Это сейчас я с канала Хомяка. Здесь у меня аватарка моих попугаев. И я пишу. Классное видео, мне очень понравилось. Я тоже снимаю про своих попугайчиков. У меня Тоши тоже говорящий. Его зовут там так-то и говорит он там то-то. Заходите на канал. Или же могу не говорить. Заходите на канал. Ну, а просто как бы уведомляю, что тоже я снимаю. То есть часть людей, которые будут читать комментарии, будут переходить и смотреть. Потому что в основном это люди, которые смотрят похожие видео. И вообще, когда вы активны на YouTube, это тоже как бы ваш канал в рейтинге поднимает. Девятый пункт. Вносите юмор в свои видео. Будьте открыты и доброжелательны. Ну, я думаю, что это и так понятно. Но, тем не менее, я решила написать этот пункт. Потому что, когда вы снимаете и человек, который смотрит видео, улыбается, то, естественно, он будет хотеть вернуться на ваш канал. Можно снимать на любую тему, даже самую серьезную, и иногда шутить. Ну, это, конечно же, зависит от человека. Вот. И если у вас будет это получаться, используйте это. И десятый пункт. В начале видео всегда говорите название своего канала и свое имя. В конце видео предлагайте лайкнуть и подписаться на канал. Также добавляйте ненавязчивые аннотации. Подпишись, смотри следующее видео и так далее. Старайтесь всегда переадресовывать зрителя на следующий свой ролик. Успехов! Если вы хотите получать уведомление о том, что на канале произошли обновления, выложены новые видео, нужно правильно на него подписаться. Жмем кнопку подписаться. Справа появилась шестеренка. Нажимаем. Ставим галочку в окошке сообщать мне обо всех новостях этого канала и сохраняем. Как только автор выложит новое видео, вы будете уведомлены и сможете посмотреть его первым. В начале видео я всегда говорю всем привет, вы на канале Волнистик ТВ. Меня зовут Виктория. Ну не в каждом видео сейчас уже, ну на первых этапах всегда я так делала. И в конце видео я говорю, если вам понравился видеоролик, поставьте лайк, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, с удовольствием на них отвечу. И также поделитесь видео с друзьями. Вот, еще поделитесь видео с друзьями. Это тоже очень важная фраза, потому что, если человек нажимает поделиться, во-первых, это новая аудитория, во-вторых, это сам YouTube видит, что в вашем видео делятся, и опять-таки рейтинг вашего видео. Вот такие вот у меня рекомендации касательно, как набрать первых своих подписчиков без всяких накруток. И, как вы видите, на этих вот двух каналах Волнистик ТВ и GS Live Home Online, это вполне возможно. Без всяких накруток я ничем не пользовалась, никуда не подключала эти каналы, никакой рекламы я не покупала. Хотя, это тоже, можно покупать рекламу на таких, на популярных каналах на вашу тему. Вы себе просто договариваетесь с автором канала, за какую сумму он может озвучить наличие вашего канала. Что вот есть такой канал GS Live Home Online, там снимают про хомячка, очень прикольные видео, полезные советы, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. То есть, там 10-30 секунд говорит человек, и вы ему платите за это какую-то определенную сумму, о которой вы сами договоритесь. Я этого не делала, но, в принципе, это нормальный вариант, и так делают многие. Но для того, чтобы кто-то рекламировал ваш канал, он должен быть первое оформлен, на нем должно быть минимум штук 10 видео, потому что иначе вы потратите деньги зря. Человек, во-первых, может отказаться рекламировать ваш канал, потому что он зайдет, посмотрит, а там какое-то Г, извините за выражение, и он не захочет как бы себе портить репутацию, перенаправлять своих подписчиков на что-то непонятное. Ходить по другим видеороликам и просто писать «подпишись, подпишись, я тоже снимаю на эту тему, подпишись». Тоже некрасиво, и мне так часто пишут, на некоторые я перехожу, потому что у меня детская аудитория, мне хочется их поддержать, многие из них там пытаются снимать что-то, многие из них я какие-то даю советы, но это чисто такая моя инициатива. Но в основном это раздражает, когда просто человек без аватарки, без ничего, там какой-то там каракули здесь вместо названия канала, «зайди подпишись, подпишись, я на тебя подписался». Ну, то есть, это, конечно же, таким заниматься не надо, вас никто за это уважать не станет. Если у вас есть уже хорошо оформленный канал, хорошие видео, вы можете комментировать другие каналы и упоминать о своем, вежливо, да, что вот как-то, ну, в общем, это в зависимости уже от контента на вашем канале и того ролика, который вы комментируете. Вы должны сами думать и не спамить. Вот такие вот у меня советы. Я надеюсь, вам они помогут. YouTube это очень интересная штука, меня он очень увлекает, я занимаюсь этим достаточно давно. Про заработки я говорила в прошлом в своем видео, это больше как хобби на данный момент, хотя я чувствую, что для поддержания штанов уже это хобби у меня сработало, можно так сказать. Естественно, чем дальше, тем больше набирают видеопросмотры, каналы, популярность и, соответственно, доход будет только выше. Не обязательно вести несколько каналов, это у меня так получилось, но желательно, если у вас какая-то тематика, не мешать ее с другой тематикой. Единственное, что если вы видеоблогер, то там можно снимать на разные темы, но они тоже в каком-то определенном формате видеоблогинга, там блоги, есть там какие-то вопросы, ответ, то есть у них тоже есть свои какие-то правила ведения канала. У меня получается так, что про мышку отдельный канал про хомячка, про птичку отдельный канал, потому что подписчики, кто подписывался на мышку, им интересно смотреть про попугаев. Они говорят, мы подписались на мышку, мы хотим, вернее, хомяка, хотеть видеть больше видео про хомяка, а те, кто на попугаев подписываются, говорят, мы не хотим про хомяка, мы хотим, чтобы вы снимали про этого самого, про тошу. Вот, поэтому я разделила эти два канала, и некоторые смотрят оба канала, чаще всего, вот, а некоторые на каком-то одном канале. Но один канал рекламирует другой, тут тоже есть преимущество, да, часть людей все-таки попадая на один канал, переходит, потом и смотрит другой канал. Вот так вот, друзья, такие мои советы, я надеюсь, еще раз повторюсь, что они были полезны, вы ними воспользуетесь, и если видео понравилось, ставьте лайк, вы сейчас на канале Виктория Катыченко Биз смотрите это видео, это еще один мой канал по заработку в интернете. А с вами была на связи Виктория Катыченко, всем успехов, и всего самого-самого-самого доброго. Видео было полезным, тогда подпишись на канал и поделись этим видео с друзьями. Пока!